Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Диана Владимировна Невзорова. Я главный внештатный специалист Минздрава России и популятивной помощи и директор Федерального научно-практического центра популятивной медицинской помощи на базе Сеченовского университета. С 2015 года профильной комиссии Минздрава России и популятивной помощи, представителем которой я являюсь, проходит в рамках конгресса «Белые ночи». И эта площадка выбрана не случайно, потому что на тот момент, 10 лет назад, основная группа пациентов, которые получали палиативную медицинскую помощь, это были онкологические пациенты. Для нас важно было тесно взаимодействовать со специалистами, с онкологами для того, чтобы все основы палиативной помощи, организационные какие-то моменты были обсуждены с профсообществом. И следует сказать, что оргкомитет Академии Беляев активно поддержали возможность работы нам на этой площадке и 10 лет мы здесь каждое лето. Ну, то есть следует сказать о том, что те мероприятия, те решения, которые были приняты на уровне правительства России начиная с 2014 года, они принесли достаточно серьезные изменения и достаточно серьезные плоды. Например, у нас сейчас есть все виды и формы и дозы опиоидных анальгетиков, так необходимых для обезболивания пациентов в неинвазивных формах. Для того, чтобы не делать уколы, не приносить пациенту лишние страдания, пациент может использовать трансдермальную терапевтическую систему, например, пластырь или таблетку, или раствор, или даже капли морфина. Тем самым мы имеем современные методы, современные лекарственные формы, которые на самом деле совершенно не зависят от санкций, потому что с 2018 года имеет российское производство, Московский эндокринный завод, в исполнении дорожной карты, утвержденной Дмитрием Анатольевичем Медведевым, стал производить, зарегистрировал современные формы опиоидных анальгетиков, неинвазивных, и сейчас даже эти препараты поставляются на другие рынки в страны постсоветского пространства. Эту помощь получают пациенты не только раковые, эту помощь пациенты получают с другими неизлечимыми заболеваниями, ну и расширились возможности нашей помощи, мы выдаем медицинские изделия, с 2024 года мы должны обеспечивать энтеральным питанием пациентов, которые нуждаются в палиативной помощи, но если вернуться к онкопациентам, то сейчас, в настоящий момент, более 40% из всего количества, получивших палиативную помощь в стране, это онкологические пациенты. 953 тысячи всего пациентов получили палиативную помощь в 2023 году, по нашим данным, мониторинга, и 40% из них были пациенты, страдающие злокачественными образованиями. Эти пациенты, которые наблюдались онкологической службой и были переданы в палиативную службу, в связи с тем, что у них появились медицинские показания, это тяжелые проявления заболеваний, болевой синдром и другие тягостные симптомы. И палиативная помощь оказывается теперь не только в хосписах этим пациентам, но и выездными патронажными службами и отделениями палиативной помощи. Всегда с радостью, с удовольствием участвую на конгрессе «Белые ночи», потому что здесь очень такой мотивированный и активный слушатель. Удивительное дело, именно «Белые ночи», именно этот конгресс собирает в рамках секции палиативной помощи самое большое количество онкологов. Это радует, это говорит о хорошей организации, о интересе наших онкологов в службе палиативной помощи.